Измеряли улов линейкой. Под Марксом прошел развлекательно-спортивный фестиваль «Самый рыбный день», участие в котором приняли рыбаки всех возрастов. Не остались без призов и болельщики. У кого самый длинный улов и самая вкусная уха, выяснила наша съемочная группа. Охоту на сазаны и лещей Екатерина Яськив начала одна из первых. К фестивалю «Самый рыбный день» женщина подготовилась, проверилась Настя, приобрела наживку. Говорит, сегодня ловит на опарыша. Этой наживки хватает на несколько забросов. По словам Екатерины, любовь к рыбалке у нее с детства. Вместе с дедушкой она ездила ловить толстолобиков на Финский залив. Сегодня на фестивале у Екатерины пока небольшой улов. Просто не знаю, как называется, но я думаю, для начала пойдет, да? В фестивале под Марксом приняли участие несколько десятков человек, от мала до велика. По условиям конкурса нужно наловить как можно больше рыбы. Главное, не браконьерским способом. Победители определяли в нескольких номинациях. По словам организаторов радиостанции «Энерджи», «Серебряный дождь» и «Юмор-ФМ», улов не взвешивали, а измеряли линейкой. Это и отличает фестиваль «Самый рыбный день» от других подобных мероприятий. Главный приз получил участник с уловом в 121 сантиметр. Призовый фонд у нас обширный, огромный. Спасибо огромное нашим партнерам и спонсорам, которые предоставили массу всего интересного. Это и автосигнализации, и походные холодильники, и рюкзаки, и палатки, и стулья, кресла походные. В общем, много всего интересного, что пригодится настоящим рыбакам. Пока одни ловили рыбу, другие ее готовили. 20 команд соревновались в умении готовить уху и рыбу на гриле. Победители получили ценные призы от саратовских радиостанций и партнеров. Мероприятие проводилось на живописной территории спортивно-оздоровительного лагеря «Политехник». Остальные гости мероприятия могли попробовать блюда от кафе и ресторанов «Саратова», приготовленные на костре. Для всех была предусмотрена яркая развлекательная программа. Конкурсы от партнеров и спонсоров «Рыбного дня», выступления музыкальных групп, конкурс лепки скульптур из песка. Для детей работала творческая студия и был организован занимательный квест. А также гости с удовольствием принимали участие в спортивных состязаниях. Проводились веселые старты для детей и взрослых. Энергичная зарядка, зажигательные танцы от фитнес-клуба города, турнир по пляжному футболу и мастер-классы проходили на территории лагеря «Политехник» на протяжении всего дня фестиваля. Екатерина Барковская, Александр Бачков, РЕН-ТВ, Саратов.